Ну, надо сказать, что именно этот сценарий и такой жанр, и кино на эту тему, вот, который сегодня будет представлен, «Свободный день», я выбрала не случайно, потому что, надо сказать, что мы, 30-летние, нас все-таки, как сказать, волнует, волнует жизнь не только, будем так говорить, состояние, да, там, какого-то комфорта, какого-то бытия, но и духовная составляющая, я могу привести в пример замечательный фильм моей однокурсницы Наташи Кудряшовой «Пионеры», которая по теме, безусловно, сняла другое кино, но, тем не менее, тоже про это. Мы все хотим либо подвига, либо какой-то самореализации, либо оставить какой-то след, наверное, о себе здесь. След не в виде дома, квартиры, Бентли, посаженного дерева и огромного забора на Новой Риге. След, о котором помнили бы твои дети, внуки, потомки, люди, то есть, хотя бы понимать, что твоя жизнь не была бессмысленной, а была кому-то нужной. И зачастую нас этот вопрос волнует, зачастую, ведь смерть – это такое понятие, понятие. Мы все, как сказать, знаем об этом и в то же время не знаем ничего об этом, и каждый не знает, когда и в какой час нас это может настигнуть. Почему вот эти банальные фразы, как надо жить каждый день, как последний день, они, с одной стороны, банальны, но, с другой стороны, все знают, что это так, потому что завтрашний день может и не настать.